В тот день дворник убирала козырек подъезда от снега и наледия. Во время работы женщина поскользнулась и практически с трехметровой высоты упала на асфальт. В больнице Вере Кулыгиной сделали снимок. Вердикт – перелом позвоночника. Врачи оказали ей первую помощь, и сейчас Вера находится на домашнем лечении. За женщиной ухаживает ее старшая сестра. Вере приходится все время лежать. Корсет она надевает только, когда идет в туалет. Я стала звонить, с кем я работаю. И вот позвонила, я встать не могла. И вот она меня подняла, на лавочку посадила, и все. Потом я говорю, пошлите домой. Вот меня техник тащил домой, и все. И тут я на пол упала. Боль такой был. Знакомые женщины и некоторые жильцы дома Бызова-10, где убирается Вера, считают, что работодатель не хочет выплачивать дворнику компенсацию. Она же вот на это залезла, женщина говорит. Видно, без страховки все, и упала производственная травма. Ее вроде там уговаривают, что это бытовую сделать. Правда, пока делать выводы рано. В управляющей компании нам пояснили, что сейчас ведется расследование несчастного случая. Создана комиссия во главе с государственным инспектором по охране труда. Еще у нас там пять представителей. Представитель прокуратуры, представитель ФСС, представитель профсоюзов. Вот когда будет завершено расследование, когда будут сделаны выводы, когда будет присвоена квалификация этому случаю несчастным. Где-то в апреле месяце, я думаю, что итоги уже будут. Тогда, добро пожаловать, мы вам все документы покажем, расскажем об итогах работы. Как говорит сама Вера Кулыгина, чувствует она себя нормально. Ей назначен постельный режим. Дом она проведет еще около четырех месяцев. Остается только неизвестным, как восстановится женщина после этой травмы и сможет ли она дальше работать. Светлана Шибкова, Ренат Харасов, Новости НТР.